Супер Кубок Мордовии – это трофей, розыгрыш которого обычно завершает футбольный сезон в нашей республике. Этот приз разыгрывают в очной борьбе победитель чемпионата и обладатель Кубка. Однако в текущем сезоне оба турнира выиграла команда МГУ. Огаревцы сначала в финальном матче разгромили на Мордовии арене Инсар Сармич и завоевали Кубок, а затем досрочно оформили чемпионство, попутно обновив рекорды средней результативности. В таком случае регламент гласит, что соперником по Супер Кубку чемпионата должна стать вторая команда первенства. Так дополнительный шанс на трофей получили студенты МГПУ. Университетское дерби на Мордовии арене собрало солидную аудиторию в 3,5 тысячи зрителей, что по нынешним временам большой успех. Пока команды боролись на поле, их фанаты соревновались в громкости и оригинальности шумовой поддержки. Это уже становится хорошей традицией на матчах студенческих команд, когда такое количество зрителей, честно сказать, вышел. И у меня, как в старые добрые времена, кровь чуть-чуть закипела. То, что и должно быть на стадионе, когда болельщики приходят, вот это вот боление, да, ну видно, что студенты чуть-чуть непрофессионально, ну не то, что непрофессионально, не так, как Витек, помнишь, да? То есть, как бы, у них свое боление, но тем не менее, они стараются и кровь все равно кипит. Вот это нам не хватает, вот это нам нужно, чтобы и на студенческих соревнованиях, и на мордовских наших соревнованиях, и на детских соревнованиях так же все вот это происходило. Явным фаворитом матча считались Огаревцы, в составе которых выступает сразу несколько бывших профессиональных футболистов, включая экс-полузащитника португальской Браги Максима Жесткова. Именно он с феноменальным результатом 29 голов в 18 матчах стал лучшим бомбардиром чемпионата Мордовии. Но ни ему, ни еще одному бывшему профи Радику Юсупову, который переквалифицировался из центрального защитника форварда таранного типа, пробить, поймавшего кураж вратаря МГПУ, так и не удалось. Даже когда судья матча справедливо указал на точку и назначил в ворота команды педуниверситета пенальти, нули на табло сохранились. Экс-галкипер Тольятинской Лады Евгений Увин мастерски парировал удар Юсупова. Там, где бессилен был Увин, Евсевьевцем помогал каркас ворот. После таких неудач кому-то могло показаться, что фортуна совсем отвернулась от Огаревцев, но только не руководству крупнейшего вуза республики. Нет, у меня сомнений не было, я просто ждал этого гола и видел, как болельщики пытаются команду разогнать. Болельщики, часть замерзла, я к ним спустился, мы вместе его подогрели и как раз забили. Счастливой для МГУ стала 81-я минута, на которой эффектный обводящий удар удался Денису Кахутину. На этот раз каркас ворот сыграл против Увина. Мяч со скоком от штанги влетел в сетку, что привело в полный восторг под замерзшую торсиду Огаревцев. Я подключился к угловому. Мяч МГПУ, конечно, выбили. Я не стал возвращаться назад, остался помочь, если вдруг атака обратная пойдет. Так и получилось. Хороший пас, на замахе убрал и в дальний ударил. Из 10 ударов с этой точки сколько бы вот таких положил? Три из 10. Вплоть до финального свистка болельщикам МГУ пришлось серьезно понервничать, поскольку МГПУ устроил ответный штурм. В штрафную площадь соперника на подачу последнего углового пришел даже вратарь Увин, но гол Кахутина так и остался единственным. Денис в итоге заслуженно получил приз лучшему игроку матча, а капитан его команды Максим Адмайкин принял из рук президента Федерации футбола Мордовии Александра Егорова последний трофей уходящего сезона – Суперкубок Республики. Игра была очень тяжелой. Спасибо за это соперникам. На этот сезон мы ожидали все три триумфа взять. Оно свершилось. У нас были хорошие соперники – Рамаданова и МГПУ. Мы оказались сильнее. Главная задача у ребят перед сезоном была – сделать так, чтобы на каждую игру к ним приходило минимум 500 зрителей. Вот такую задачу они в отдельных матчах выполняют. Будем стремиться, чтобы на каждую игру университет стремился прийти поддержать своих ребят. То, что доминирует одна команда во всех турнирах – это хорошо или плохо? Ну, это стимул другим командам чуть-чуть прибавить в турнировках, провести какую-то селекцию. Просто на сегодняшний момент, как реально команда МГУ, флагман нашего футбола, там подобран хорошие ребята учатся, хорошая команда, тренер хороший, руководитель хороший, которые дают все этим развиваться. Кстати, команда же у нас еще участвует в национальной футбольной студенческой лиге. Все это дает, естественно, свои плоды.